Всем привет, привет! Сегодня покажу вам небольшие покупки с сайта Natina и оформила я заказ ради марки 3HAT, которую я вам показывала в магазине Müller, то что они у нас появились. Наслышана я про эту марку от американских блогеров и была очень удивлена, что у нас в магазине теперь Müller можно тоже приобрести этот бренд. Но потом мне одна моя зрительница написала, что на Natina тоже продается эта марка. Я зашла, так просто посмотреть, были некоторые акции, 15% скидка, я не помню на какие из них, что-то без скидки было, а что-то со скидкой, и я решила сделать заказ. Также еще два продукта помимо этой марки я купила. Давайте приступим. Первое, я взяла скраб для тела с витамином С. Я подумала, что аромат будет такой цитрусовый, витамином С вроде казалось бы, да? Я не посмотрела, какие здесь ягоды или фрукты находятся, но была уверена, что этот скраб будет пахнуть более цитрусовым, но нет. Он для меня более ягодный, не в стиле варенья ягодного, а именно свежих каких-то сладких ягод, которые спрессовали с сахаром, вот что-то такое. Этот скраб идет с маслом Ши и с витамином С. Очень приятный аромат. И что мне понравилось, оказывается, здесь объем нестандартный, как 200, бывает, да? 250 грамм, здесь 510 грамм, то есть надолго очень хватит. Это первое, что я купила. Давайте сюда, наверное, буду вытаскивать. И решила также в компаньоны взять крем для тела с витамином С. Я использую крем, не крем, а точнее серум для лица с витамином С, и подумала, раз лицо получает витамин С, круто было бы, если и тело также будет получать витамин С. Вот таким вот образом выглядит крем. Пахнет практически так же, как и скраб. Единственное, чуть-чуть помягче, более, как бы сказать, ягодно-молочно, что ли. Значит, крем для тела взяла здесь, объем 240 грамм. И также я решила взять еще один скраб. Мне кажется, вот этот скраб стоил без скидки, что-то около 11 евро, мне кажется. Ну, вот по сравнению с Мюллер, там 15,95 все стоило. И вот за 11 евро, мне кажется, классно. Это уже идет с ананасом. Скраб для тела девочки. Пахнет просто потрясающе. Как будто вы только-только разрезали ананас, но больше мне напоминает, как будто вы открыли консервную банку с ананасом. И вот эта вот свежесть ананаса со сладостью. Такой вкусный, сладкий ананасовый аромат. Мне кажется, я просто в ванной комнате буду наслаждаться этим скрабом. Действительно пахнет так натурально. Вот это меня очень удивило. Безумно натуральный скраб. У меня, помню, на iHerb я заказывала раньше от марки iHerb были скрабы с априкосовыми косточками, мне кажется. И вот это было настолько натурально, настолько съедобно, как будто вы держите рядом с собой свежий фрукт. Не ожидала от этой марки что-то такое похожее. В основном мы же синтетически созданные ароматы получаем в продуктах, а здесь это настолько натурально и вкусно. Вот говорю же, с тех пор, когда с сайта с априкосовыми косточками у меня скраб был, я никогда не встречала еще такие скрабы или кремы для тела, которые настолько натурально пахли бы. Вот это, конечно, нет. Не сказала бы, что натурально пахнет, но очень вкусно, приятно. А вот ананас восторг, просто восторг. Далее, что я купила? Помните, я вам говорила, мне нужен не ацинамит, не ацинамит. Чисто случайно увидела, что на сайте Натена продается марка V-Ordinary. Это достаточно хороший бренд. Не знаю, было у меня что-то от V-Ordinary или нет. Мне кажется, я еще ничего не покупала. И вот я решила взять вот этой марки не ацинамит 10% и цинк 1%. Там был, кстати, объем в 60 мл. Конечно, было выгодно купить в 60 мл, но я хотела сначала попробовать миниатюрку, чтобы у меня никакой реакции не было, да, кожа не отреагировала прыщами или что-нибудь такое. Поэтому решила взять пока что миниатюрку. Ну, как миниатюрку, объем 30 мл стандарт, в принципе, для таких вот серумов. Посмотрим, каким окажется не ацинамит. Я вам уже говорила, что когда начала использовать не ацинамит с витамином С вместе, мне просто сказали, что их можно сочетать. И вот моя кожа не ацинамит просто восприняла как свою, что ли. Не знаю, как даже вам объяснить, но мне безумно нравился эффект от не ацинамида. Поэтому я решила купить и далее пользоваться не ацинамидом. Ну и последнее. Я все-таки решила себе в коллекцию купить от Avon Parfume Today Tomorrow Always. И это Today. Я вам рассказывала историю, как познакомилась с этим ароматом. Когда мы были в Хорватии, изучала полочки с парфюмами у моего мужа-мамы и наткнулась вот на этот аромат от Avon Today. Мне настолько он запал, и я решила купить себе. Что хочу сказать? На самом деле чуть-чуть как будто бы они отличаются. Но я понимаю это, потому что у нее этот парфюм, я не знаю, уже года 5-6, наверное, в коллекции. И так как у нее, не сказала бы, что большая коллекция, но для человека, который уже на пенсии, да, понятное дело, она не так часто использует парфюмы. И из-за этого у нее они дольше остаются в коллекции. Мне он настолько понравился, я подумала, буду врать, не буду врать. Что хочу сказать? Когда я получила этот аромат, конечно же, сразу открыла. Мне хотелось сверить вот свежий парфюм, да, с тем, с которым был у мамы мужа. Но, естественно, я сверить один с одним не могу, потому что парфюм-то у мамы остался там в Хорватии. Что хочу сказать? Я когда разбрызгала этот парфюм, очень много цитруса пошло. Очень много, хотя не знаю, что там за пирамидам. Точнее, я посмотрела пирамиду и сейчас не вспомню все там ноты. Но мне кажется, там не было каких-то цитрусовых. А может быть и было, не помню. Я думаю, что цветок апельсина есть. Но не знаю, что цветок апельсина прямо так цитрусово передал бы. И сегодня я нанесла, вы знаете, сегодня я ощутила очень много белых цветов, да, таких более нежных цветов и тубероза. Представляете, здесь тубероза очень четко начала играть. И даже в один прекрасный момент я уловила себя на мысли, что мне вот этот один вдох, который я делаю, напоминает очень сильно My Way от Armani. Ну, конечно же, совершенно не могу сравнивать с My Way этот парфюм, нет-нет-нет. Но вот бывает такое, что вы аромат вдыхаете, да, один раз вдыхаете, одним чем-то пахнет, второй раз вдыхаете, другим чем-то. Но это с руки, это все с руки. С одеждой, конечно же, что-то такое монотонное, наверное, будет, не знаю. И вот сегодня, говорю же, такой вдох сделала, и сразу мне в голову пришло Armani My Way. Вот, то есть это очень нежные белые цветы с какой-то сладостью. Но нужно носить этот парфюм пока только вот такие вот мои первые, так скажем, впечатления. Вот сейчас сегодня тоже нанесла. Вот не знаю, очень чем-то таким горько-цитрусовым пахнет. Не знаю, что за нота выдает вот эта вот горькость. Вот по сравнению с тем парфюмом у мамы-мужа и вот с этим, тут не так много сладости пока я чувствую. Но думаю, что тоже пару лет полежит этот парфюм, и больше сладости, наверное, будет появляться, я так думаю. Вот, теперь у меня есть вот такой вот парфюм в моей коллекции. Я сразу же вытащу этот аромат, поставлю на полочку с парфюмами на данный момент, что я использую. И буду тестировать. Все, девочки, на этом буду заканчивать. Не знаю, заметили или нет, я заболела, поэтому у меня голос может быть немножко отличается или нет. Заболела, но я уже выздоравливаю. Вот два дня с температурой лежала. У меня вчера тоже температура еще была. Вечером не было температуры. Сегодня уже утром нормально. Хорошо. То, чтобы хорошо. Уже чувствую. С вами поговорила и уже чувствую такую легкую усталость, как будто бы и зной такой приходит. Не знаю, надо еще полежать. Но главное я вам показала, потому что хочется уже из коробки вытащить ко мне. Этот заказ пришел, мне кажется, два дня или три дня тому назад. И вот хотелось из коробки уже освободить и расставить по своим местам. Все, девочки, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.